На протяжении почти двух месяцев Тамара Драничникова и ее дочь Наталья живут в поле. Как говорит Тамара, раньше у них была квартира на старателе, но ее пришлось продать. По ее словам, понадобились немалые деньги на лечение дочери. С наступлением темноты женщины перебираются поближе к зданиям, чтобы не замерзнуть ночью. По словам Драничниковых, на работу они не могут устроиться за отсутствие прописки. Но в управлении социальных программ и семейной политики нам дали несколько иную информацию. У нас был разговор, что если необходимо, мы готовы поработать и подыскать им работу с дворниками, грузчиками. На что нам было отвечено, нет, они не нуждаются в данной работе. Сегодня женщины пришли в управление просить материальную помощь, но им отказали. По словам Валерия Сурова, денежное пособие семье выделили еще в марте. По закону, такой вид денежной субсидии могут выделять лишь раз в год. Непонятная ситуация сложилась и с документами женщин. Паспорт у меня взяли за долг. Я взяла на квартиру, но не осталось у меня денег нисколько. Она взяла паспорт, пока я не заплачу долг. А вот соцработникам Тамара сказала, что паспорт она потеряла, но в скором времени восстановит. Мама сказала, что она документы отдала уже в паспортно-визовую службу и что в среду, буквально на этой неделе, она должна получить паспорт. Мы связались с паспортно-визовой службой и все-таки уточнили, была бы данная семья в паспортно-визовой службе на оформление паспортов или справки. Данная семья не появлялась. Ко всему прочему, нас заверили, что Тамара получает пенсию и при том немалую. Но, по словам женщины, все деньги уходят на погашение долгов и на еду. У соцработников же уже сложилось мнение о семействе. Когда люди приходят за материальной помощью, все-таки, когда они просто-напросто врут, извините за грубое выражение, потому что если человек сам не хочет себе помочь, в первую очередь он должен захотеть себя помочь сам. Соответственно, тогда уже можно будет что-то для него сделать. Но если нет у человека желания, то и нет желания, когда люди обманывают даже, честно говоря, помогать. Никита Трубченинов, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тегил-ТВ.